Ииии всем привет и с тобой Калантайка, если что мы играем в Роблокс игрушку под названием Симулятор Пчеловода или Бисварм Симулятор. Нахожусь я на тесте, добавили нам вот такой вот кубик замечательный и этот кубик нам дает просто вот эти вот бонусы, то есть сразу статы, чтобы мы не мучились, не выполняли квесты. Плюс еще нам сделали очень большие скидки, прям очень большие скидки на предметы, но это прикольно, прикольно. Надо, кстати, как-то, а, никак я не заберу, потому что надо этого краба убирать, хотел сказать, надо забрать эти замечательные наши кокосовые рюкзаки, кокосовые боты, ну да ладно, хотя бы их еще забрать, но что-то не хочется. Ладно, помимо этого нам кучу-кучу изменений подвезли, причем изменения прям колоссальные, помимо того, что нам поменяли очень много пассивки, причем пассивки я почему-то вчера не стал говорить, не знаю почему, забыл это сказать, видать. Нам подвезли изменения в пчелах, причем пипец какие колоссальные, мы сейчас вместе с тобой это все посмотрим, я даже не буду картинчики вставлять, прям вот конкретно посмотрим. Нам, во-первых, изменили очень сильные гамми стар, это для тех, кто в белой пыльце, им будет очень-очень интересно, потому что теперь вместо того, чтобы набивалась у нас максимально ГУ конверсия до Х4, теперь он это все поделил и сделал 2.25, ну вот тут написано, вот видишь, 2.25, вот тут внизу в табличке, 2.25 у нас и ГУ конверсии, и полин белый, ну и белые поля. Да, прикольно, теперь, короче, когда ты набиваешь, у тебя увеличивается фарм на белом поле, плюс еще и ГУ конверсия, и вроде бы он сказал, что это скорее всего увеличит, ну то есть фарм именно в белой пыльце под ГУ, скорее всего. Ну то есть он немножко ее бафнул, но как бы порезал ГУ, в общем, лучше как-то так, это нужно будет просто потестить белым ребятам, и прикольная штука. Плюс еще он добавил на каждый вид пассивки, ну я имею в виду цветной пассивки, то есть белый, синий и красный, это поп, скорчинг и гамми, до 21.25% капасти. Ну то есть белый к белому, вот видишь, у меня вайт капасти, давай возьмем какую-нибудь ГВИДИНГ, а, что-то подожди, что-то такое, это опять фигня какая-то. Кстати, ГВИДИНГ он что-то там тоже исправил, надо сейчас посмотреть сразу. Ой, я что-то даже не помню, ну тоже что-то такое, он там прям поисправлял опять ГВИДИНГ, гамми, ГВИДИНГ Стар, опять то же самое, давай что-нибудь другое. У тебя, кстати, если такая же пассивка, у тебя больше шансов, что у тебя такой же же выпадет. Стар ШОВЕР, не знаю я что там исправлял, потому что я не буду в этих пыльцах сидеть. Стар ШОВЕР, опять гамми, блин, какой-то ужас. Давай, поп, поп гамми, вот, замечательно. А я же взял, а я не взял. Стар СФ, о, скорчинг, давай скорчинг посмотрим, ну тоже, вот видишь, 1.25% капасти к красной, красной филд капасти. Короче, у нас добавилось капасти к этим самым пассивкам, это очень круто, очень замечательно. Я, кстати, наконец-то увидел, как выглядит пламя, я не знаю, кто-нибудь фармится, нет, но нужно было, нужно было посмотреть. Помимо этого, с грибами я так и не разобрался, потому что, ну, на самом деле не очень-то и, на самом деле и хочется с этими грибами разбираться, потому что я их не нашел, не знаю как, но вроде как что-то уже начали говорить, что они как роски будут действовать, вроде как-то непонятно. Пофиксил он, кстати, новую вот эту пчелу, уже на тесте немного, я там не особо-то разобрался, потому что я до этого на кстатом не присматривался, но вроде как бы пофиксил. Так, что-то он там... А, ну то, что он там, она любит бамбуковое поле и какое-то еще, и синие цветочки, но это понятно, это понятно, то, что это он просто описание ей добавил, типа того. Одаренные бонусы, ну, короче, да, какие-то части он пофиксил, какие-то, это уже я говорю про пчел, про пчел, это прям вот колоссально, он там поменял всех пчел, пчел теперь убирает в основном бомбы, добавляет к опасти, сейчас будем проходить, пролистать, что он там делал, что менял. Я не буду вдаваться подробностью, как это работало до этого, но как сейчас это будет работать, это трындец, ребят, прям вот жестко-жестко это будет работать. Так, сейчас, быстренько сейчас поднахожу. Итак, перед тем, как перейдем к самим пчелам, я бы хотел бы сказать, что в группе, наконец-то, набралось 10 миллионов подписчиков. И, скорее всего, выйдет код, который, кстати, будет работать на протяжении всего времени, он будет бессрочный, поэтому он не будет такой какой-то имбой, как вот предыдущий код, но его можно будет оставить и, в принципе, пофармиться под какой-нибудь бисмос, под какой-нибудь хани-ивент, холидай-ивент, точнее, да, я перепутал, вот, под что-нибудь такое. Короче, если что, можно будет его не спешить вводить. Но я обязательно введу, покажу, что он дает, поэтому следим за каналом, подписываемся и прочее. Так, бамбла, нет, не бамбла, вот такого бамбла, вот такой бамбл, бамбл. Добавил капасти, был, по-моему, у нас 10% к полям синим. Добавил он капасти вместо этого. Далее, далее бака, бака, капасти опять. Как бы это странно не было, но давал он, по-моему, бомбы. Блу филд капасти, то же самое, 20%, это, в принципе, много, много, много. У бака, у фаера такая же штука, только он просто в красном. Фаера фром, ааа. Это он просто изменил, было... Было просто 1,5 написано, а он добавил просто 50% вместо этого. Это просто изменение, 1,5 это же тоже 50%, вроде как бы. А тут добавил он 50%, но это не такое прям изменение. Так, Раскал, что там изменили в Раскале? В Раскале были Red Bomb полей, 25% стало, 30% Red Bomb полей, и, в принципе, прикольно. Ну, я не знаю, если в красном ребята играют через бомбочки, то это будет прикольно. Вообще, это всё рассчитано, вот как я сейчас вижу. Если увеличивают начальных пчёл, то это на новичках офигеть как отразится, потому что им чаще падают вот эти вот комоновские пчёлы одарённые, и это будет увеличить фарм офигеть как. Ну, просто вот, ну, вот, новичкам просто повезёт. Это вот я, моё личное мнение, поэтому офигительно. Так, Red Bee, добавил 15%, было 10% к Red полям, это офигительно. Так, демо, 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 что-то там исправил на демо. Бас-бомб полей 30% было 15%, 15%, прикольно. Было 15%, стало 30% бас-бомб полей. Я помню, я когда-то играл через бас-бомбы на новичках, когда фармишься, и вот именно фарм вот нужно фармить тебе физически, не какие-то там бегаешь там по Мондо, по Метеорам, а вот просто вот фармишься, самое удобное это поле, это кокос, если ты краба убиваешь, вообще офигительно, вот. Идёшь на кокос, фармишься через демо, причём он сам бас-бомбы выпускает, просто одного одарённого демо и куча неодарённых, всё. И у тебя фарм всегда хороший, можно ещё леонов сюда запихать, я помню, такой фарм был, и он достаточно хорош в самом начале игры. Вот у неё тоже бас-бомбы, поэтому леоны тоже шикарно. Плюс ещё у тебя леоны как раз будут очень хорошо убивать краба, краба прям быстро-быстро, ну достаточно быстро. Поэтому это вообще замечательное такое изменение для новичков. Ну вот, как я считаю. Ещё один, ещё одно изменение, это для синей пыльцеа. Я думаю, кому-то будет, я думаю, интересно. Это вот лично мне было интересно. Это поп-стар изменили, причём так вот прям хорошо изменили. Так, вот как раз поп-стар гамме. Я не знаю, его сейчас успею набить, нет? Там надо бомбочки синие, по-моему. Да, там синие бомбы. В общем, он теперь нам что выдаёт? Так, две минуты. Он теперь нам даёт x7 на три часа, но это понятно, так же и было. Так, он теперь даёт вместо x2 вместимости, к опасти, когда вот вызывается вот этот у нас пассивный поп-стар, он нам выдаёт вместо этого конверсию, blue pollen, ну так же и было blue pollen, но это ничто такое не было и не меняется, да? И выдаёт нам вместо x2 конвер, о, этого, капасти, он нам даёт фигню. Теперь он даёт конверсия RAID, по-моему, да? Причём blue конверсия RAID, как это связать и с кем, я, ребят, не представляю. Возможно, это будет хорошо, потому что мы будем, если это будет в шарике как-то заполняться, ну то есть если играть как-то через шарики, вот эти новые от бьёнта, да, вот этого вот новой пчелы, возможно, это будет хорошо, если она будет туда прям разгружать, и вот эта вот как раз конверсия будет так работать. Возможно. Но не факт, что она будет так вот именно работать, поэтому нужно будет тестить и смотреть. Ой, я думал, что-то новое дал. Хе-хе-хе, мишка, мишка. Кстати, мишек, блин, прикольно было бы как-нибудь апнуть. Надо, чтобы он это ими тоже занялся, потому что они такие какие-то уже более-менее бесполезные стали. Ну и, наверное, это самые такие ключевые изменения пока что. Там ещё каких-то пчёл поменяли, но там они незначительные, либо я уже сказал в предыдущих роликах, поэтому не забудьте их тоже посмотреть, потому что там и даймонд поменяли, там ещё каких-то пчёл поменяли. Короче, было тоже достаточно много всего интересного. Плюсы ещё ко всему, ну, я уже говорил про то, что Аннет сказал, то, что нужно копить суперсмузи, или я это забыл сказать, да? Хе-хе-хе, я, наверное, это забыл сказать. Напоследок ещё скажу. То, что Аннет сказал, то, что, пожалуйста, под новые предметы будут новые предметы. Ну, логично, да? Но вы можете копить какие-то определённые материалы, причём разного типа все, и суперсмузи. Это вам облегчит как раз фарм на новые предметы. То есть, ну, немножко ускорите это действие. Поэтому, ребят, запасаемся всего-всего-всего всех ингредиентов. Что там конкретно нам понадобится, пока непонятно. Причём, даже если эти предметы добавят на тест, даже если эти предметы добавят на тест, они будут стоить не ту самую валюту, которая будет у нас выдаваться. Ну, скорее всего, на тесте он сейчас в последнее время просто выдаёт эти предметы, и просто мы будем тестить. Если это нужно будет потестить, будет интересно. В общем, ещё одна штучка интересная. Вот прям пока записывал, тут написали то, что... Ну, это лично по Роблоксу, то, что опять не сохраняется у них какая-то дата, ну, время. Поэтому, может быть, прогресс стёр. Поэтому написали подальше, держитесь от Роблокса на ближайшее время, пока они это не поправят. Ну, я не знаю, я пока всё равно побаиваюсь. В общем, как-то если зайду, то буду прямо на одном месте. Так, а у нас... Да, у нас любой, у нас просто он удлиняется. Ну, прикольная штучка с шарами, мне это, кстати, понравилось. И да, ещё напоследок хотел бы сказать своё мнение по этому всему. Я прям вот пока, прям вот, при вкушении этого всего бисмоса нашего, новой пчелы, я очень хочу, чтобы у нас всё это было. Я хочу... Вот как вот у меня в голове она работает, должна прям вот как-то попроще. Ну, то есть, намного легче фармиться, намного легче и интересней. И я ещё, кстати, потестил Джелебина. Там очень интересно нам выдаёт вот этот синий боб, который самый сильный, который давал, по-моему, 50% гпл полей. Теперь даёт нам 10% инстант конверсии. Прикольно, но я не знаю, как это будет работать, хорошо это будет или плохо. В общем, я всё-таки хочу уйти от такого фарма, стандартного фарма, с кучей, с кучей, с кучей пчёлок. Ой, с кучей, кучей твинков, там кучей, кучей ребят. В общем, хочу пофармиться как-то в соло. Ну, то есть, постараться в соло, там, может быть, одного кого-нибудь возьму. Хотел тебе показать ещё напоследок вот пламя. Вот видишь, как теперь пламя, оттенок пламя выглядит. Вот он, только что мы к нему подошли. Вот ещё. Ну, то есть, они другого оттенка. Моё пламя немножко по-другому. То есть, вот видишь, они вот другого оттенка пламя. Прикольненько, прикольненько тоже. Всё, ну а с тобой был Клан Тайка. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. И всем, ребят, пока-пока.